Поворот вправо! Мулачки! Влево! Вправо! Под зажигательную музыку в стиле диско родители вместе с детьми занимаются гимнастикой. Это так называемые спортивные продлёнки в Красноярской школе номер 62. Бесплатные занятия устраивают три раза в неделю и к спорту приобщаются целыми семьями. Светлана Ахмедова приходит сюда с сыном-первоклассником. Признаётся, главное показать детям пример здорового образа жизни. Мне это очень интересно. Танцы, я очень люблю танцы, и хореографию, и фитнес. Мне это очень подвижный образ жизни, это мой образ. Я в прошлый раз была с маленьким ещё ребёнком, трёхгодовалым. Её это очень тоже заинтересовало, и мы тут писали все. Я здесь, во-первых, с ребятишками. Так же, что маленького ребёнка, если я не могу ни с кем-то оставить, я так же прихожу с ней, и мы танцуем. Папочки у нас всегда считают, что фитнес – это чисто женское занятие, поэтому они как-то к этому относятся несерьёзно. То есть мужчины же обычно железо потягать и как-то себе мышечную массу нарастить. Никто не думает, что фитнес – это тоже спорт. В красноярских школах большой выбор секций. Разнообразными становятся и уроки физкультуры. Кроме стандартных игр и упражнений, добавляются занятия с саном и конькобежным спортом, а также различные единоборства. Новые дисциплины появляются благодаря сотрудничеству с федерациями и специальными школами. Например, теперь дети могут поиграть в напольный кёрлинг прямо в спортзале. А если понравится, то в дальнейшем уже катать камни по настоящему льду. На этих уроках, секциях, спортивных продлёнках задаётся норма для каждого человека. И такая мода на занятия, на активный образ жизни, мода на физическую культуру и на спорт. В этой школе необычно проходят даже уроки математики или русского языка. Дети учатся за специальными партами-конторками, стоя на ногах. Каждые 20 минут они меняются местами с соседом. Такие занятия позволяют сохранить осанку и лучше концентрироваться на материале. В основном мы работаем с 1 по 4 класс. Хотелось бы, чтобы эта работа была организована среди старших классов. Тем более, что уже ни одно поколение учащихся 2-й, 3-й ступени, они прошли через это. Поэтому, я думаю, вот та программа здоровья, которая существует в школе уже не первый год, она должна дальше развиваться именно за счёт второй ступени обучения. У парт-конторок есть специальный механизм, с помощью которого можно отрегулировать высоту стола под рост ребёнка. В течение занятия педагог устраивает оздоровительные перерывы. Ученики приседают с маленькой подушкой на голове, что тоже позволяет контролировать осанку и укреплять позвоночник. Ну и, конечно, всё это вносит разнообразие в уроки и помогает ребятам следить за своим здоровьем во время всего учебного процесса. Ярослав Цымбал, Денис Тимошенко, Новости.